В бывалошное время, когда за лесом, да за другим дорогим товаром не пароходы, а корабли приходили, балласт привозили, товар увозили, солом были в гавани, корабли стояли длинными рядами, ряд возле ряду. С Настей на мачтах кружевьем плелись, гаванские торговки на разных языках торговаться и ругаться умели. В ту пору в распивочном заведении вышел спор у нашего русского капитана Саблицким. Спорили о матросах Чиловчей. Агличанин трубкой пыхтит, деревянной мордой супит. У меня есть такой матрос-лолкач, на мачту вылезет, да на клотике весь разденет себя. Сыщется ли такой русский матрос? Наш капитан спорить не стал. Чего ради время на пусту тратить? Рукой махнул и одним словом ответ дал. Все. Ладно. Уговорились в воскресенье проверку сделать. И вот чего? Ради и не было. Телефону не знали, а на всю округу стало известно о капитанском споре и сговоре. В воскресенье с самого утра гавань полна народу. От народу в глазах пестро. Городские деревенские вырядились в перегонки. Всяко хочет шире быть. Юбки накрахмалили, уборки разгладили. Наряды шуршат, подолы пыль поднимают. Очень нанарядно. Мужики да парни гуляют со строгим форсом. То беда. Ну а потом... Да сейчас-то разговор не о том. Дождались. На кораблях команды выстроились. Аглицкой капитан своему матросу что-то пролаял. Нам на берег слышно только гау-гау. Матрос Аглицкой стал карабкаться вверх и до клотика докарабкался. Глядь и раздевается. Удежду с себя снимат и вниз кидат. Разделся. И как есть ногишом слез на палубу. И тоже что-то гау-гау. Очень даже конфузно было женскому сословию глядеть. Городские зонтиками загрудились. А деревенские подолами глаза прикрыли. Наш капитан спрашивает агличанина. Сколько у тебя таких? Один обучен. А у нас сразу все такие. Капитан с краю послал двух матросов на ФОП-мачту и на Бизань-мачту. А тут Кок высунулся поглядеть. Кок-то этот. Страх боялся высокого места. На баню вылезет, трясется. Вылез Кок и попал капитану на глаза. Капитан коротким словом. На грот-мачту. Кок струной вытянулся. Есть на грот-мачту. Кок, как бывалошным делом, лезет на грот-мачту. Гляжу. А глаза-то у Кока крепко затворены. На ФОП-мачте, на Бизань-мачте. Матросы уж на плотиках. Одежду себе сняли. По складкам склали. Ремешками перевязали. На себе только шапочки с ленточками оставили. Это если рапорт отдавать, так не в пустой голове руку прикладывать. Если матросы в шапочках, да с ленточками, значит, одеты. На них и смотреть нет запрета. А Кок той порой лезет и лезет на грот-мачту. Да открыл Кок глаза, углянулся. У него от страха руки расцепились. И полетел Кок, полетел. Да, за поперечную снасть ухватился. И кричит агличанину. Сделай-ка ты так. Агличанин трепешется. Головой мотает. У него зубы на зубы не попадают. Головой мотает он что-то в гаукат. Агличанин капитан рассердился. Надулся. Как так? Агличанин матроса надо б надолго обучать. А русский отроду умеют. И даже ловче.